А как вы оцениваете расстановку политических сил оппозиции в Узбекистане? Я могу сказать, что у нас существует оппозиция, но она не такая сильная, какой бы мы хотели видеть эту оппозицию, поскольку те демократические движения, которые создавались в течение последних трех лет, они долгое время не смогли консолидироваться и по определенным причинам они действовали часто в росте, чем вместе. И это, конечно, было на руку властям и КПСС, которые здесь властвуют сегодня. Это должно быть теперь нам уроком, и мы должны вести уже свою линию в сторону консолидации всех демократических сил. В этом отношении я могу сказать, что наша партия, демократическая партия, ЭРК, она когда-то выделилась из Берлика. Теперь мы идем и сознательно, и хотим координировать свои действия с Берликом и действовать вместе. Я думаю, что это нам поможет перед разъявшей силой уничтожить вообще демократическое раскол. Вот, насколько мне известно, одним из узловых вопросов, которые послужили причиной раскола, был вопрос о сотрудничестве с партией, с КПСС. Как вы сейчас оцениваете вот этот пункт раскола? Ведь, насколько мне известно, Берлик, то есть те, кто остались в Берлике, они были против консолидации с партией. С коммунистами? Да, с коммунистами. С коммунистами, о консолидации с коммунистами ЭРК никогда не говорил, наша партия. Но ЭРК был всегда за диалог с правительством, со структурами власти и вести какой-то вот, как можно, такой вот разговор, конструктивность. С любой организацией, не только с общественными, но вообще с правительствами. Мы были за это. Что касается коммунистов, то мы на них не смотрим, как на врагов. И мы не за того, чтобы уничтожать их, как некоторые демократы, некоторые другие партии провозглашают. Мы не смотрим на них, как на таких расовых врагов. Мы просто против идеологии КПСС и против их доктрины парсистской и против их атеизма. Но это вовсе не означает, что любой коммунист, который носит партбилеты, это наше правило. Мы с ним отдельно, с человеком, с коммунистом, мы можем вести любой разговор на любом уровне. Продолжение следует...